Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды встретился с жителями Атрарского района и выслушал представителей глубинки. Мадиж Умабеков, долгое время поднимающий проблемы села Кулькудук, побывал на приеме у Дархана Сатыбалды и задал вопросы давно волнующих местных жителей. По словам сельчанина, эти проблемы, несмотря на многократные обращения к государственным органам, в течение нескольких лет по-прежнему остаются нерешенными. Я обратился к Акиму области с несколькими проблемами. Во-первых, поднял вопрос о строительстве парка в нашем районе. Акиму области пообещал заняться этим вопросом. Теперь, если обещание властей будет выполнено, то жить в районе станет удобнее. Эта проблема у нас поднимается уже несколько лет. С этим вопросом обращались и к Акиму района, но пока все безрезультатно. И вот теперь, когда Дархан Амангильдеевич приехал к нам, надеюсь, проблема будет решена. Было бы хорошо, если бы Акиму области приезжал к нам каждые шесть месяцев или, по крайней мере, раз в год. Тогда бы все проблемы решались быстро. Жители района обратились к главе региона с различными проблемами. Сельчан интересовали сроки строительства школ и дорог, модернизации исторической библиотеки Атрара, открытие врачебной амбулатории, районная инфраструктура и другие вопросы. В ходе визита Дархан Сатыбалды ознакомился со строительством солнечной электростанции мощностью 50 мегаватт, строящейся на территории Атрарского сельского округа. После полного запуска проекта постоянной работой будет обеспечено 50 человек сезонной 310 сельчан. Станция, которую планируется ввести в эксплуатацию в начале 2023 года, снизит энергодефицит и внесет значительный вклад в развитие экономики региона. У нас самая дешевая электроэнергия в Казахстане – 12 рублей. Дархан Сатыбалды также принял участие в подключении к природному газу потребителей в селе Шаульдер. Строительство системы газопроводов с природным газом в райцентре ведется уже 4 года и вводится в эксплуатацию в этом году. В рамках проекта голубым топливом будет обеспечено 1615 жилых домов. Дархан Сатыбалды также посетил Центр активной долголетия. В целях повышения активности пожилых людей пенсионного возраста и вовлечения их в интеллектуальную, общественную и творческую жизнь в нем работает 14 человек. Центр, открытый в начале этого года, предоставляет пожилым людям социально-медицинские, психологические и другие услуги. Даниар Худайбергенов, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании Отрар.